Привет, мои хорошие! Ну что, давайте с вами сегодня поговорим, в чем прелесть эквестрисов, что от них ждать, почему я их так люблю, на что вообще рассчитывать и как многие в них разочаровываются и почему. Эквестрисы, в общем-то, славятся тем и ценятся селекционерами и гибридизаторами за то, что у них очень пышные, красивые цветения, у них очень пышные цветоносы, они ветвят цветоносы, они дают деток и цветут одновременно с этих деток. Поэтому, в общем-то, это такая сирень из мира орхидеи для меня. Очень красиво, очень пышно всегда и очень большой плюс, это очень маленькое расстояние между цветочками, из-за этого они сбиваются вот в такую красивую, плотную, пышную гроздочку, что тоже, кстати, является огромным достоинством для этих товарищей. Почему люди разочаровываются? Потому что, когда вы его покупаете, растение у вас молодое, оно цветет впервые, оно может цвести, на самом деле-то и не впервые, но в ваших условиях после переезда, после стресса это будет первое цветение и оно будет не очень пышным. Опять-таки, такая обманчивость, видите, тут пышная гроздочка, тут тоже достаточно пышная, тут и визуально кажется, что цветов больше. Когда она распускается у вас, вы думаете, ну вот, всего лишь пять, всего лишь пять, но они на самом деле создают вот такую вот пышную штучку. Вот первое цветение, вообще первое цветение этого экземпляра, держит он всего лишь 2-3 цветочка за раз, ну видись-ка. Вот, пышностью особой не отличается, но это его первое цветение и в дальнейшем он, конечно же, уже будет огромной пышной гроздью, которая разветвится, которая будет, опять-таки, самих цветов будет больше, будет больше ветвления на этом цветоносе и там будет еще много цветов и будет больше одного цветоноса в принципе. Но этого надо дождаться, поэтому я, конечно, понимаю ваше разочарование, когда вы покупаете и получаете вот эти вот маленькие цветочки 2-2,5 сантиметра в количестве трех штук и все, и идет, конечно же, распродажа этого всего дела, потому что зачем вам это счастье нужно. Но, если вы немножко потерпите, подождете, то вы приобретете огромные классные пышные цветоносы, но на это всегда нужно время. Конечно, коммерческие гибриды в этом вопросе гораздо круче, потому что там уже в первых цветениях вы видите шикарное, просто шикарное зрелище, но они для этого и выведены. Поэтому, опять-таки, не ждите от Эквестриса, что он сделает точно так же, он так сделает, но на это нужно время и уход. Да, то есть это тоже очень важно, потому что, например, ко мне часто пишут, что уже там цветет пятый раз, а все равно по три цветочка. Ребята, он, конечно, пластичный, он, конечно, выдерживает многое, но вам нужно будет пересмотреть ваш уход, потому что что-то вы делаете не так, раз ему не хватает сил на хорошее классное цветение, потому что Эквестрис заточен на хорошее классное пышное цветение. Ой, извините, толкнула ногой камеру. Да, ну, в общем-то, меня обычно хорошим цветением радует где-то на второе-третье цветение. Ну, вот у этого товарища второе цветение, оно достаточно пышное, хорошо держится и еще из детки цветет, поддерживает. То есть, если бы не было детки, сил было бы больше, цветение было бы пышнее. Здесь первое цветение и уже хорошее достаточно, неплохое. Да, здесь много деток. Цветение, на самом деле, не очень пышное, но я удивлена, что оно даже такое, потому что, на самом деле, не ожидала я. Очень рьяно и прытко он все-таки решил цвести на такое количество детворы, которое там в горшке. Я, честно говоря, надеюсь, что он сделает передышку побольше, подольше. Но нет, все равно порадовал. Поэтому здесь терпение, ребятки, терпение. Я понимаю разочарование от размера цветка, я понимаю разочарование вот это вот мелочи, всего два цветка, зачем мне это надо, но место занимает до свидания. Но если вы дадите им время, дадите им внимание и уход, то, конечно, это будет красивое, фееричное зрелище, и оно стоит того. И, конечно, очень выгодно смотрятся ауреи, у которых белый цветок, который визуально делает крупнее сам цветок по размеру. Букет делает более таким однородным. И ярко-желтая губа очень контрастно, очень выгодно смотрится в этом букете. Это очень красиво. Сюда же относится, собственно, и церлея, она же Blue Lip, она же Blue. Вот. Поэтому, обратите внимание, будет смотреться, конечно, очень-очень здоровски. Но, опять-таки, на это нужно время. Поэтому, кто хочет пышных букетов, ребятки, и не хочет заморачиваться, пожалуйста, миллионы пышно-цветущих гибридов. Кто хочет все-таки видовуху несложную, пышно-цветущую, и на потренироваться эквестрис прекрасно для этого подходит. Ну, и кто хочет хорошее пышное цветение, которым можно будет, ну, давайте по-честному похвастаться, то эквестрисы тоже, но здесь нужно будет терпение. Немного терпения, немного времени, и вам будет, чтобы похвастаться. Ну что ж, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем солнечных дней, пышных цветений. Бога-бога.